На часах 7.45 время, когда у проезжей части юных участников дорожного движения становится особенно много. Помочь им сориентироваться в первые дни учебы вышли на дороги города сотрудники госавтоинспекции. Они не только помогали ребятам переходить проезжую часть, но и раздавали детям фликеры. Маршруты патрулирования сотрудников госавтоинспекции приближены к учреждениям образования. В рамках данного мероприятия сотрудники помимо несения службы по надзору за дорожным движением помогают ребятам пересекать проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам, а также проводят профилактические беседы с несовершеннолетними по правилам дорожного движения. Конечно же, не обошлось и без общения. Сотрудники ГАИ спрашивали у ребят, какие правила дорожного движения они знают. Правоохранители были приятно удивлены качеством знаний малышей. Здесь по сторонам. Если машин нет, можно переходить. Совершенно верно. А на какой сигнал светофора можно переходить дорогу? На зеленый. А на мигающий зеленый можно начинать переходить дорогу? Правильно. Продолжилась акция уже в двух медицинских учреждениях. Там сотрудники ГАИ с представителями городской организации Белорусского общества Красного Креста провели благотворительно-просветительскую акцию. Правоохранители рассказали мамам и детям о важности соблюдения правил дорожного движения, а волонтеры общества раздали многодетным родителям и их детям. А именно они стали участниками праздника памятные сувениры с изображением знаков дорожного движения. У нас разработан был дизайн. Это наш член президиума Брестской городской организации Дученко Сергей Николаевич. Разработал дизайн. Благодаря чулочному комбинату они согласились нам помочь. Изготовили нам свыше тысячи таких носочков. И мы вот будем вручать такие носочки деткам, первоклассникам. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Юлия Селюк, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.